На прошлой неделе в сети интернет получила распространение информации о том, что с 1 марта текущего года владельцы автомобилей, на которые не выдан допуск участию в дорожном движении, будут получать письма счастья с камер, работающих в автоматическом режиме. Вступили в силу изменения в кодексы и открылась лишь правовая возможность привлечения к административной ответственности не только за нарушения скоростных режимов и правил парковки камерами, работающими в автоматическом режиме, но и за другие правонарушения. Однако с технической точки зрения в ближайшей перспективе это невозможно. Более того, на сегодняшний день вопрос оперативной реализации таких возможностей не ставится. Изменения коснулись 18 главы, а именно административных правонарушений против безопасности движений и эксплуатации транспорта. Начнем с самого актуального на данный момент вопроса – техосмотра. Что изменилось? С 1 марта штрафовать за его отсутствие могут до 3 базовых величин. Также в санкции статьи предусмотрено предупреждение. До этого размер штрафа составлял от 1 до 3 базовых величин, либо предупреждение. Новации коснулись и юридических лиц. Если ранее ответственность за отсутствие техосмотра была для них такой же, как и для физических лиц, то с 1 марта размер штрафа составит до 10 базовых величин. Что касается нарушений скоростных режимов, зафиксированных сотрудником ГАИ, новым кодексом предполагается дополнительная градация ответственности. Например, если водитель разогнался и превысил разрешенную скорость движения на 30-40 км в час, то получишь штраф в размере от 3 до 10 базовых величин. Если скорость оказалась еще выше, то есть от 40 км в час и более, штраф уже составит от 8 до 12 базовых величин. Никаких предупреждений по данным частям данной статьи не предусмотрено. Как было раньше, после превышения скорости на 30 км в час и более, штраф был от 3 до 5 базовых величин. Кроме того, несмотря на нововведение по градации, за повторное в течение года превышение скорости на 20 км в час и более по-прежнему предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 базовых величин, либо лишение права управления транспортным средством сроком на 1 год. Напомним, превышение скорости не считается повторным, если предыдущее было зафиксировано автоматической камерой. Наказание для нетрезвых водителей. Если при заборе крови или продуться в специальный прибор, определяющий степень опьянения по выдыхаемому воздуху, количество промиллей покажет от 0,3 до 0,8 единиц, сумма штрафа с сегодняшнего дня составит 100 базовых величин и лишение права управления сроком на 3 года. От 0,8 и выше промилле штраф составит 200 базовых величин и лишение права управления сроком на 5 лет. Раньше градаций по промилле не было, а штраф составлял от 50 до 100 базовых величин и лишение права управления сроком на 3 года. Кроме того, за передачу права управления транспортным средством лицу, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, по-прежнему предусмотрена ответственность в виде штрафа от 50 до 100 базовых величин и лишение водительского удостоверения сроком на 3 года. Немаловажным нововведением является и следующее. Водителей, которые в местах проведения массовых мероприятий нарушили правила пользования звуковым сигналом, будет ждать штраф до 10 базовых величин с лишением прав сроком до 1 года либо без лишения прав.